Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами находимся вот так вот спонтанно в следующее видео. Можно сказать, у нас по сути начинается... Я не планировал турне по Беларуси очередное, однако решил все-таки сделать турне. Это Воронова, которое вы с вами видели в первом видео. А сейчас мы с вами находимся в, ну, скажем так, агрогородок Бальтиники. И сзади меня вы можете увидеть усадебный парковый комплекс путкамеров. Сейчас мы его посмотрим, поэтому не переключайтесь, будет интересно. Поехали! Так, мы перед ходом видим вот такую шильду. Здесь мы видим фрагмент... Здесь имеются фрагменты парка Бальтиники XIX века и усадебный дом начала XX века. Вы можете почитать всю его историю. Правда, здесь на белорусском языке. Тот, кто понимает, пожалуйста, читайте. Сам дом был сначала построен в последней четверти XVIII века. Однако в 1904 году был построен новый усадебный дом в стиле неоготики. Кстати, населенный пункт Бальтиники находится, опять же, возле литовской границы. Это наше святое. Можно сказать, делать новую рубрику «Государственная граница». Буквально несколько километров. Это надо проехать с Воронова на Беняконе. Может быть, я вам даже покажу в этом видео немножко его. И повернуть по трассе М-11 налево. И вы попадете в этот населенный пункт Бальтиники. На данный момент в усадьбе находится сельская библиотека. Ну, давайте зайдем в него, посмотрим. Все, вы видите, тут обделано. Лестница такая. В общем, все-все тут. Очень все облакодено. Сделано. Это вам не заброс какой-нибудь. Хотя и на забросы мы будем, но... Очень все здесь. Здесь потолки такие есть, что я сейчас ударился. Однако, мы видим, все сделано. В общем, здесь есть, имеется, такая отдельная комната. В этой усадьбе какое-то время жил известный польский писатель, который родился в Белоруссии, Адам Мицкевич. Вот он на ваших глазах. А так вы можете увидеть усадебный дом Путкамеров в 20 веке. А вот такая была в 19. Усадьба Завосье, где родился Мицкевич. В общем, тут мне еще рассказали, что... Вот этот камень любви, который награвировал, да, Мицкевич. И вроде бы как до него можно подъехать. Посмотрим дальше. Ну, в общем, такое... Что-то не музей попали, да. То есть я не рассчитывал вообще про эту усадьбу. То есть мне люди сказали поедть туда. Ну и решил тут. Загуглил. Ну и... Очередной турне практически. Однако не все здесь. Ну, здесь еще имеются некоторые комнаты в стадии реконструкции. Вот такой вот имеется балкон. Ну, тут все как бы разрешили, все открывать. И вот такой вот балкон. Во мне, не в квартире 2 на 2 метра. Такой достаточно просторненький двор. И вот такой вот вид на этот парк. Понятно, что деревья там были гораздо ниже. И можно было там вдалеке увидеть что-то еще. Тем более здесь какая-то такая наподобие возвышенности. Возможно, было что-то и видно. Может быть, литовскую границу. Хотя в 19 веке ее тут, конечно, не существовало. Кстати, во времен Воронова, понятное дело, Бенякони, вот Бальтиники. С 1921 по 1639 года, понятное дело, это была Польша. Вся Западная Беларусь тогда была в составе Второй Речи Посполитой. Однако сейчас в Вороновском районе 70% это поляки. Представьте, как бы близко Литва, граничит с Литвой в Воронский район. А в основном здесь поляки. Слева от дома мы с вами видим фрагменты парка 19 века, которые даже имеют историко-культурную ценность. Ну, правда, как мы видим, здесь в основном все заросшее. Особо там ничего особо и не оккультурено. На трубе дома Аист. Это здорово. В общем, вышли мы сейчас на обратную сторону усадьбы. Здесь имеется вот такая вот лестница. Здесь, скорее всего, с скамейками. Здесь, возможно, какие-то представления, возможно, были раньше. Замечательные просто виды. Это вот бывшая беседка, скажем так, ее остатки. Ну и сама усадьба. А здесь вот вы можете видеть наподобие что-то типа фонтанчика. Хотя сложно сказать. Но если бы вот эта вот трубка сверху, ну, может, чем-то и напоминает. А так вообще сложно сказать. Хотя, может, это он и был. Хотя, если кто знает, что точно это было, пишите в комментариях. Будем рады узнать, что же это было на самом деле. И снова, дорогие друзья, мне пришло сообщение, что приветствуют вас лайф в роуминге Литва и подключайте пакет за 31 рубль 90 копеек. Опять же, как и в Жимызлавле, до границы здесь в районе 2-3 километров. Немножко отъехали мы от усадьбы. Здесь вот тут имеется вот такое озерцо. Вот такое подболоченное. Тоже относилось к усадьбе. А здесь камень, памятник природы Республики Беларусь охраняется государством. А сейчас мы с вами пройдемся по аллее любви, как нам тут рассказывают. Такая вот аллея. Не сказать, что это аллея, потому что, ну, возможно, уже все заросло, видите, какие-то есть какие-то ели тут и так далее, и тому подобное. Ну, больше похоже на обычный лес. Правда, к сожалению, это не в сторону Литвы. Это совершенно в другую сторону, на юг. А вот и тот самый камень, который гравировал Адам Мицкевич. Крест. В общем, немножко непонятно, как бы он сделал в честь любви, ну, а сделал он, награвировал крест. Так и на картах и подписано. Камень Адама Мицкевича. Да, реально, если бы никто мне ничего не подсказал бы, ну, вот, конечно, вот смотрите, вот идет человек, да, вот имеется тут вот скамеечки, столик, да, и вот рядом камень. Ну, вот подумает человек, ну, камень есть камень, да, а вот если так посмотреть, вот исторически, то Адам Мицкевич здесь был вот на этом месте, когда-то там в 19 веке, то есть, ну, грубо говоря, там 150, там, 170 лет назад. Ну, а если дальше пройти про этой аллеи любви, вы выходите в кукурузное поле. Вот оно. Белорусские просторы возле литовской границы. А на самом деле, вот посмотрите, какие здесь неплохие-то виды открываются. Вот только посмотрите. Внизу немножко растительность, дальше поле, там какой-то, ой, там дальше какой-то домик, там, да, деревня. И вот туда дальше. Прямо великое поле какое-то. А вот мы и с вами выходим уже с этой аллеи. И вот туда мы с вами видим вид уже как раз-таки в сторону Литвы. До нее, напомню, 2-3 километра. Мы с вами ее снимали в районе Геранё. Хотя, вот вы видите, например, пограничную вышку. Скорее всего, это, да, это наша вышка органов, белорусских органов пограничной службы. Ну и непосредственно вот там вот где-то и Литва. Возможно, те деревья, это они уже и есть. Тут я уже вам сказать так не могу. Литовского забора Ягазу я не вижу. Ну а теперь мы с вами находимся в агрогородке Беняконе. Это последний населенный пункт перед границей с Литвой. И я сейчас иду к переезду и попробуем заснять границу. Вот, собственно говоря, мы и подходим до железнодорожного переезда. Это ветка Лида-Вильнюс. К сожалению, сейчас грузового движения нет. В феврале 2023 года литовская сторона закрыла свой пункт пропуска, так как литовцы сейчас там устанавливают рентгеновскую камеру. Ну а правда-то это никто не знает. На данный момент здесь входят всего лишь два поезда пригородных Лида-Беняконе. А сейчас мы можем видеть белорусско-литовскую границу. Вот там вот это уже Литва. Ну, кстати, по этой железнодорожной ветке это был самый прямой путь доставки калийных удобрений с Солигорска в Литву, в Клайпиду. Но, однако, санкции и война в Украине все перекрыты. И на данный момент грузового движения нет. А последнее пассажирское сообщение это было в 2015 году. На полгода запустили поезд Гродно-Вильнюс. Ну, а сейчас с февраля движения нет. Ну, будем надеяться, что скоро откроют. А главная достопримечательность Биня-Конь это костел Святого Яна Христителя. Ну, а рядом с ним вот такая вот частная постройка, в принципе. Это агрогородок. Много здесь вот агрогородков всяких, вот городских поселков. Понятно. Литва рядом. Все хотят, наверное, жить рядом с литовской границей. Ну, вот так вот мы с вами и посетили второе место нашего турне Вороново-Больтиняки и Радунь. И мы с вами направляемся в третье место. Это агрогородок Радунь. То есть сегодня мы с вами в предыдущем, скажем так, видео мы изучали турне Ивевский район. Изучали в предыдущем турне. А в этом мы изучаем Вороновский район. Ну, а с вас лайк. Подписка, колокольчик. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok